Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». Сегодня речь пойдет о документе об участии верных Евхаристии, который был принят на архиерейском совещании, проходившем 2-3 февраля в Храме Христа Спасителя в Москве. Что такое Евхаристия? Это главное церковное таинство, в котором хлеб и вино прилагаются Духом Святым, с тела и кровь Христовым. Об этом великом таинстве мы и поговорим со священнослужителями. Гости нашей студии. Заведующий информационно-издательским отделом Брянской епархии священник Михаил Макухин. И заведующий отделом религиозного образования и катехизации священник Даниил Кузянкин. Здравствуйте, батюшки! Здравствуйте! Первый вопрос хотелось бы адресовать вам, отец Даниил. Вскоре после принятия документа вы его огласили в Кафедральном соборе прихожанам. Как считаете, нужно ли оглашать этот документ всем священникам на своих приходах? Безусловно, необходим, потому что этот документ касается каждого христианина. То есть никакой документ адресован священником, христианином, 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 адресован всем верующим. Отец Михаил, ну, собственно, главный вопрос, который интересует верующих – как часто нужно прочищаться? Ну, по этому вопросу в документе содержится цитата Иоанна Златоуста, который говорит, что кого похвалить? Тут это часто, это это учащается редко. Он говорит, что приходит только того, кто причащается с благоговением. Можно причащаться и чаще, можно причащаться реже, но самое главное, чтобы мы отдавали себе отчет, для чего мы это делаем, для чего мы приступаем к причащению. Ведь причастие – это соединение со Христом. Вот если человек, он осознает, что он причащается тело, и кроме Христовы, что он идет к Богу, то, конечно, этот человек причащается правильно. То есть мы причащаемся не для здоровья, не ради традиции какой-то, не исполняем какой-то такой непонятный мысленный обряд. И уже получая благодать, причащая степень крови Христовой, человек уже получает и все остальное, как сказали, ищите Царство Божие, и право него, и все остальное приложится вам. Как Вы считаете, отец Даниил, нужно ли православному христианину причащаться на каждой литургии? Как и святые отцы, и в документе говорится о том, что к этому нужно стремиться. Но, опять же, в документе говорится о том, что к причастию нужно готовиться. К сожалению, сегодня большинство людей готовятся к причастию только лишь постом. Когда спрашиваешь подготовку к причастию, то говорят, да, готовились, мы постились. А молитвенные правила, духовную, моральную сторону своей жизни, то есть никак не меняют люди. И, естественно, говорить и рекомендовать всем, что причастие на каждой литургии, сейчас, ну, пока невозможно, потому что людей сначала нужно донести, что причастие – это величайшее таинство, это встреча со Христом. И к этой встрече нужно готовиться, как ни к чему другому. И когда уже люди начнут понимать, что нужно готовиться, как положено, только лишь пост соблюдать, то есть формально соблюдать, а необходимо менять свою жизнь. Конечно, сегодня, когда мы видим, сколько и зла в мире творится, и войны, и кризис, и так далее, бытовые проблемы, то людям тяжело вот из этой вот рутины жизненной сразу переключиться на мир и любовь. И поэтому тяжело рекомендовать сегодня причащаться на каждой литургии очень часто. Единственное, что просто советую – причащаться почаще, примерно, как и говорится, вот, например, в документе хотя бы раз в месяц. Вы знаете, приходилось слышать мнение одного историка о том, что причащаться достаточно только раз в году великим постом. И как аргумент мне приводили тот факт, что наши цари причащались вот именно таким образом. Мы должны подражать нашему царю, царей Господу, Иисусу Христу. А все остальные цари – это люди, это их частное мнение. И мы не должны копировать чужие ошибки. поступают мне, подражайте мне, как я Христу. То есть мы должны для себя иметь образец апостолов, самого Господа, другие цари. Может, они, конечно, тоже были честивые, но не верши Бога. В документе очень много внимания уделяется подготовке к причастию. То есть сколько нужно дней поститься, как правильно готовиться к этому таинству. Так что же из всего написанного должен для себя усвоить православный христианин? Для начала человек должен понять и определить для себя, что есть пост. Потому что для многих пост – это ограничение в виде. И ни в чем другом. То есть, как говорится опять же в документе, что пост три дня накануне причастия – это вполне соответствует практике православной церкви. Если кто редко причащается, то рекомендуется поститься с день семьи дней. Если кто-то имеет болезнь, то может сократить и до двух, и одного дня. Или вообще, то есть, опустить пост. Но имеется в виду пост в еде. Потому что совершать молитвенные правила, вести благоговейный, благообразный образ жизни – никакая болезнь, ничего не мешает на самом деле. Что касается времени постов, то здесь, когда человек соблюдает правила церковные, то есть, ограничение в виде, то здесь уже ему задумываться о еде во время подготовки к причастию уже не нужно. То есть, здесь уже остается только молитвенное правило, которое не зависит от поста или не поста. То есть, это канон к причастию, молитва к причастию, то есть, в последнем весном причащении. И еще рекомендуется канон спасителя, Божьей Матери, Ангелово-Хранителя. Ну, сверх того уже по мере своих сил. Еще об одном важном моменте говорится в документе. О том, что в некоторых храмах не причащают в праздники Святой Пасхи, Рождества Христова, Богоявления, Родительские Субботы и Радоницу. С чем связана такая практика запрета и имеет ли она место быть в нашем мире? Ну, то, что касается запретов, они все-таки идут, наверное, из того времени советского, когда люди просто родили от церкви и причастия запрещали и под разными угрозами, особенно в виде праздников. Ну, и это как-то вот прижилось в сознании людей. Ну, и до сих пор это вот умеет место быть. Но на самом деле никакого препятствия для причащения на Пасху или большие праздники Боготические Субботы нет. И все желающие, конечно, должны приходить. Ну, вот так же сказано в документе, что если человек поисповедовался и причастился во время Великого Поста, то на Светлой Седмице, первой неделе после Пасхи, ему не обязательно поститься и исповедоваться. Но здесь, конечно, есть уточнение, что только по согласию с духовником. Ну, вообще, все вопросы, конечно, надо согласовывать с духовником. То есть, кто такой духовник? Духовник – это тот, кто принимает и сплютит. Кого человек исповедуется. И согласовывать надо, потому что все равно человек, он все-таки субъективный, да? И все могут ошибаться. Ну, поэтому надо согласовывать. По согласованию должно быть у нас какое-то решение. Но оно не должно быть заведомо, то есть, там, нельзя и все. Я решил, я духовник, я решил, и мое такое решение, это безапелляционное все. Значит, надо или причащаться, или не причащаться. Для человека силой кинуть причастие, и нельзя ему отвергать, если нет тому основания. А если основания есть, надо объяснить, почему нельзя и что нужно сделать, чтобы человеку подготовиться, как положено, и причаститься. Мы не просто прогоняем, а бывает так, что человек, человек не получил в основном объяснении, он считает, что его там обидели, прогнали, и ему там что-то там не дали. Он уходит в непонимании, и может уже Богу не прийти обратно. и ответственность, конечно, будет большая на духовнике. Ну, еще тоже важный момент, в том числе, что если человек обозвал на служение, особенно на чтение обостровавшего и мангрия, то его правильность, то есть, и священник, и причастие. Не слишком ли это будет строго для людей, особенно на волоначалных? Вы знаете, тут тоже вопрос, ну, с одной стороны, вежливости, да? Вот, если он там нас приглашает, там, не знаю, человек важный очень, допустим, губернатор, да, на прием, а мы там опоздали на полчаса, на час, и кто с ним будет разговаривать? Мы просто проявляем неуважение к этому человеку, который нас пригласил для разговора. И здесь то же самое. мы должны понимать, что у нас должно быть уважение, уважение к Богу, уважение к Таинству, то есть, мы приходим, должны заранее прийти, потрудниться, это тоже труд, тоже подготовка, вот, встать пораньше, прийти на службу. Опять же, само богослужение, он настраивает человека, настраивает нашу душу, настраивает наши мысли именно на причащение. Но есть случай, если там человек немощный, вот там бабушка, она пришла, для нее это подвиг, просто прийти в храм, она старая немощная, может, ее привели, может, ее привезли там кто-то ее там, внуки там, или дети там, или человек тоже немощный, там какой-то вот, там инвалид. Конечно, мы причащаем и на дону, можно пригласить больше туда, но если человек пожелал прийти в храм, ну, не опознаем. Это, конечно, другой вопрос. И он тоже должен рассматриваться индивидуально. Давайте теперь поговорим о подготовке детей к причастию. В документе сказано, что детям до трех лет не обязательно соблюдать евхаристический пост, но вот уже с трех лет православных семьях принято приучать малышей к воздержанию от пищи и питья перед причастием. Этого правила необходимо придерживаться всем детям? Младенцу, крудничку, ему не объяснишь, что ты должен потерпеть, что, потому что, если он захотел есть, то, ну, необходимо кормить, потому что по часам кормить не всегда получается. Что касается детей уже, как бы, больших детей, здесь опять же индивидуальный подход. Да, там сказано и до десяти лет, там сказано также и до семи лет, но там также сказано, что из трех лет уже ребенка нужно приучать, например, к теоретическому посту. То есть постепенно, чтобы ребенок понимал, что сейчас он идет причащаться к телу и крови Христова, а не, как говорят некоторые, сладко-водичку, да, и чтобы ребенок понимал, что необходимо ему сделать какую-то маленькую жертву, то есть понести какой-то труд. Тот же самый и с едой. Но опять же, все это индивидуально. Ну, что касается, например, подготовки к посту, то, ну, на мой взгляд, многие, я думаю, согласятся, что главный пост вот у ребенка, современного ребенка, по причастию к готовности, это отключить компьютер и телевизор, потому что он занимает, к сожалению, очень много времени. Сейчас идет Великий пост. Это особое время, когда люди стараются принести искреннее покаяние, исповедоваться. И вот как вы считаете, отец Михаил, насколько важно причаститься именно Великим постам? Великий пост это такое свинерное коприще. Всем желаю, чтобы он прошел с пользой духовной и чтобы каждый человек постарался причаститься хотя бы один раз, а лучше несколько раз за пост, но причастился с пониманием, с осознанием того, что это такое. Духовная польза, она, наверное, и заключается в том, чтобы мы причастились и получили благодать Ставя Духа, чтобы Господь, чтобы мы почувствовали, что Господь Он рядом с нами, что Он есть и Он участвует в нашей жизни. И мы участвуем в жизни Церкви. То есть мы часть тела Христова. Человек, который живет с Богом, который он открывает Богу в свое сердце, он становится существованием человеком. Поэтому пост это наш шаг к счастью. Будьте счастливы. Храни нас Господь. Батюшки, спасибо, что пришли и разъяснили нам все особенности этого великого таинства Евхаристия. Надеемся, что эта передача будет полезна для наших телезрителей. Всем же вам желаем в духовной радости провести Великий пост. Мира и добра вашим семьям. Да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok